привет вы на канале прага авто с вами международный центр безопасного вождения физика движения и мы сегодня поговорим о правильной посадки рулежки и чем это чревато если вы этого не умеете чего начинается правильная посадка с того что я сижу неправильно а на самом деле если серьезно то начинаем мы с лифта сидения так называемая регулировка лифт сидения опускаем самый низ кстати сразу сделаю оговорочку если вы метр шестьдесят и ниже возможно не в самый низ но мы говорим о среднестатистическом человеке поэтому опускаем самый низ вот почему потому что есть три основных момента почему мы должны сидеть самым низом первое чем ниже мы сидим тем лучше мы чувствуем автомобиль второе мы если ниже сидим мы закрываем себя больше дверью и при боковом ударе больше защищены третье наша масса по отношению к автомобилю не такая уж и большая мы своей массой понижаем центр тяжести в автомобиле чем выше сидим тем выше будет центр тяжести изменения не критичные но иногда такие мелочи играют очень важную роль почему мы поднимаем спинку почему мы не должны лежать так как нам удобно за рулем автомобиля а должны сидеть практически вертикально потому что лежать удобно вы должны дома на диване перед телевизором а за рулем вы должны сидеть безопасно поэтому мы поднимаем спинку вертикально так как человек это то существо которое привыкла все делать вертикальном положении у нас органы все работают максимально только вертикальном положении у нас зрение лучше вертикальном положении у нас реакция лучше вертикальном положении у нас даже принятие решения быстрее вертикальном положении нежели в горизонтальном приведу вам простой пример вы лежите отдыхаете и у вас поступает важный звонок что вы делаете большинство людей минимум сядут а максимум это встанут и будут даже ходить потому что в горизонтальном положении у нас даже голос другой не замечали когда вам звонят а вы лежите не спите но просто лежите и разговариваете лежа вам иногда задают вопрос не спите ли вы дальше мы переходим к тому какое у нас и должно быть положение по отношению к педалям если у нас машина на коробке автоматической то мы меряем по тормозам выжимаем очень сильно тормоз и шапаш чуть-чуть надо было привстать нога не должна быть прямой то есть у меня она почти выпрямляется я делаю положение чуть ближе для того чтобы я полностью выжил тормоз и моя нога ни при каких обстоятельствах не могла выпрямиться почему это так должно быть потому что при лобовом ударе у нас мотор может согнуть моторный отсек который нас защищает от мотора и педальная группа очень может быстро сместиться вовнутрь если будет прямая нога это стопроцентный перелом если будет согнутая нога меньше травм или вообще никаких травм не получите если у вас машина на механической коробке передач вы это меряете левой ногой по сцеплению потому что сцепление всегда выжимается глубже чем педаль тормоза и обязательно это делаем на заведенном автомобиле потом самое важное это руль главный орган управления автомобиля не коробка передач не педали не ручник не помогут вам так в экстренной ситуации как руль поэтому есть две регулировки руля от себя себе вверх вниз максимально пытаемся опустить руль вниз но до той степени чтобы у нас кулак проходил между ногой рулем кулак вот в таком положении вот так должен проходить когда нога стоит на педали не меряйте это вот так вот когда нога стоит на полу на педали на любой педали газ или тормоз неважно правая нога вот для чего это делается потому что когда мы будем в движении поворачивать у нас свободно должна рука проходить между ногой рулем это первое по высоте но мы не можем руль опустить ниже чем знаки аварийной сигнализации почему потому что когда мы едем быстро включая поворотник мы должны увидеть то что мы включили поворотник вот эти щелчки можно при громкой музыке или большой скорости когда идет большой воздушный поток и создает неплохой такой шум вы можете не услышать клацает это или нет вы можете слегка нажать на рычажок который не отреагирует на ваши движения сильно слабая как для этого нужно чтобы он сработал в короткой фазе или еще до щелчка в длинной фазе чтобы он работал и вы можете просто начать перестраиваться или поворачивать без включенного поворотника тем самым создать аварийную ситуацию поэтому визуально всегда наблюдаем лампочки аварийной сигнализации это по вертикали теперь от себя к себе вы должны настолько выдвинуть к себе руль чтобы положивши левую или правую руку расслаблены не надо выпрямлять расслабленную руку плечо должно отойти а лопатка должна остаться на спинке сидения расслабленная рука при этом рука должна лежать запястьем на руле чтобы свободно могли загнуть вот так вот руку за рулевое колесо фиксируем руль когда мы его отстроили теперь давайте проверим нашу посадку правильно посадка проверяется по нескольким параметрам у нас должен проходить кулак между головой крыши для того чтобы если не дай бог вы перевернетесь то вы повисли на ремне безопасности не уперлись головой в крыше не сломали себе шею как я говорил рука между ногой и рулевым колесом когда мы ставим руки если рассматривать руль как циферблат часов левая рука на 9 часах правая на 3 рука должна согнута быть приблизительно в 90 градусов приблизительно и рука должна быть ниже плеча почему потому что есть такой боксеров называется удар хук они сгибают руку в 90 градусов прижимают ее близко к телу и бьют наверное слышали хук справа или слева почему это происходит потому что в этот момент они бьют спиной мышцы спины по своей природе мощнее быстрее мышц рук если вы продемонстрируем рулите вот так вот вы рулите только руками если вы рулите вот так вот вы рулите спиной и грубо говоря если перед вами не дай бог неожиданно возникает препятствие объехать его вот так вот легче чем вот так вот понимаете да поэтому мы должны сидеть в любом случае правильно это не всегда удобно и часто поступают вопросы у нас на обучение о том что а как же проехать так тысячу километров никак вы должны выходить периодически отдыхать делать разминку пить воду умываться и дальше продолжать движение пристегиваемся как обычно люди пристегиваются берут ремень вот так вот еще некоторые девушки делают вот так вот чтобы не помять платье вот так вот положили на себя его классненько да замечаем да он у меня вот здесь вот болтается здесь не особо а а теперь имитируем экстренную ситуацию видите где он остановился то есть от груди это где-то сантиметров 20 25 ну 20 20 до то есть мое тело разгонится до этого места и удариться с какой-то определенной силой конкретно вот в этом месте теперь показываем как правильно пристегиваться вы должны помимо того что пристегнуться взять левой рукой вот здесь вот правой вот здесь и себя подтянуть ремнем чтобы вас немного зафиксировал при этом проверить нету ли вот таких вот перекрутов удариться вот такую плоскость намного больнее чем вот такую прижали себя немножко зафиксировали он конечно же не фиксирует вас как спортивный ремень в спортивных автомобилях но все же и теперь имитируем экстренную ситуацию видите насколько он раньше остановился почти в два раза если не больше вот то есть мое тело до этой точки разгонится меньше и удар будет не такой больно чтобы вы понимали иногда после аварии у людей вот такой формы синяки есть на груди это значит то что был неправильно пристегнут ремень а вот этот перекрут это лишний перелом если у так может быть только ушиб то так вот может быть стопроцентный перелом ну и после того как мы правильно настроили положение водительского кресла мы должны научиться правильно крутить руль ведь есть такая фраза что для того чтобы научиться не просто ездить на автомобиле а управлять им вы должны правильно крутить руль для того чтобы правильно крутить руль вы должны правильно сидеть мы уже сели переходим к рулежке так ну что с чего мы обычно начинаем когда мы учим всех как правильно крутить руль рулежек существует несколько видов мы даем тот вид рулежки которые заставляют всегда человека держать две руки на руле он предназначен для любого вида покрытия и для любого вида приводов автомобиля изначально ваше положение на руле это три часа девять часов обучение рулежки происходит следующим видом вначале мы крутим по определенным точкам учимся это делать до того момента когда это входит на уровень мышечной памяти и мы можем это делать не задумываясь и несмотря на руль а даже например специально отвлекаясь от рулежки потом мы говорим о том что все эти расстояния это возможно расстояние между руками они бывают как трехчасовые это минимальные четырех часовые пяти часовые снова четырех а теперь разрешаемся обратно пять четыре три шесть то есть у нас есть расстояние между руками три часа четыре пять и шесть три минимальная 6 максимальная то есть самая медленная рулежка если мы плавно крутим руль в городских условиях например паркуемся или медленно разворачиваемся мы крутим расстояние между руками где-то три четыре часа когда нам надо экстренно быстро повернуть руль мы крутим через пол руля то есть шесть часов шесть часов расстояние между руками вот вся эта рулежка предназначен для того чтобы многие спрашивают зачем мне так крутить руль если там в городе достаточно всегда вот таких вот поворотов вся эта рулежка предназначена для того чтобы в экстренной ситуации вы могли адекватно и правильно объехать препятствия не задумываясь об этом потому что во время экстренной ситуации у вас нет времени подумать над этим как и что сделать правильно поэтому по большому счету рулежка это самый главный вид знаний который вы должны которым вы должны обладать когда начинаете ездить на автомобиле кто не владеет рулежкой можно сказать что он не умеет ездить на автомобиле сейчас мы покажем вам так как обычно держит большинство людей у нас на дороге водителей до руль вот так держит руль вот так держит руль блатная посадка вот так вот и так вот можно очень сильно круто нарулевать на самом деле это ошибочное мнение есть старая школа 10 и 2 держит на самом деле это тоже неправильно потому что есть такой эффект нет балансированного колеса вы когда смотрите куда-то ваши руки автоматически туда же и рулит если вы повернете голову вправо правая рука потянет а левая добавит вот если руки стоят 9 3 они более-менее себя балансирует потому что они приблизительно одинаковые по массе ну что покажем как это бывает разворот быстренький мини-день восьмерочку вот друзья и подошел к завершению наш тест шкоды корок надеемся что вам так же кинам этот автомобиль оставил только положительные эмоции ждем ваши отзывы вопросы и предложения внизу в комментариях под этим видео с вами был канал прага авто и международный центр безопасного вождения физико-движения я кирилл каландыриц я александр старкеев пока до встречи а